Самарский резервуарный завод в этом году отмечает юбилей 75 лет. Одно из крупнейших предприятий Кубышевского района города поздравила глава Самары Елена Лапушкина и во время торжественной церемонии наградила лучших специалистов производства, которые обеспечивают устойчивое развитие завода. Безусловно, ваши производственные успехи нас всех радуют. Но я пришла сказать вам спасибо и за то, что вы не только уделяете внимание своим производственным задачам, производственным успехам, вы остаетесь людьми крайне чуткими. Вы видите, что происходит в городе и стране, и не остаетесь в стране. Приятную часть вечера удалось соединить с Полезной. Многие сотрудники предприятия – жители Кубышевского района, поэтому глава Самары провела рабочее совещание с сотрудниками производства и ответила на вопросы заводчан. В первую очередь говорили о транспортной и пешеходной доступности предприятия. Жители попросили рассмотреть возможность сделать пешеходный переход у проходной. Его схема уже разработана. При поддержке предприятия в ближайшее время могут установить знаки. Особое внимание жителей уделили ремонту дорог, в частности, путепровода на улице Грозненской, который соединяет между собой несколько микрорайонов. Глава Самары рассказала, что благодаря решению руководителя региона Вячеслава Федорищева проезжую часть обновят. Нам правительство Самарской области дополнительно выделило деньги. Эти деньги доведены были в конце июля. Проходит процедура торгов, будет заключен контракт и в сентябре месяце, в конце августа, в начале сентября мы зайдем на этот адрес и сделаем вам асфальт. Обсудили и работу общественного транспорта. Со следующего года все маршруты планируется перевести на контракты с оплатой транспортной работы. Данная модель предполагает поступление средств за конкретное количество рейсов, а также серьезные штрафные санкции в случае несоблюдения условий договора. Все это повлияет на обеспечение стабильной работы общественного транспорта. Руководитель губернии Вячеслав Андреевич поставил задачу перед городом разработать и дать свои предложения по дополнительным маршрутам, которые будут связывать между собой спальные районы, предприятия ОПК и другие учреждения. Вот по Куйбышевскому району мы разработали пять маршрутов, которые будут связывать и Сухую Самарку, и 113-й километр, и 116-й километр. Один из вопросов касался благоустройства микрорайона 113-й километр. Горожане хотят видеть свои дворы обновленными, чтобы они стали точками притяжения для жителей. Глава района напомнил о том, что можно подать заявку на участие в различных программах. Давайте предложение, в каком дворе мы еще будем двигаться, неважно по какому проекту, содействие, комфортная городская среда, инициативное бюджетирование. Просто приходите к нам, обозначим место, обозначим, что мы там хотим видеть, набор каких-то благ и начнем двигаться. Также во время встречи жители обратили внимание на качество водоснабжения в Куйбышевском районе. Как пояснила глава Самары, для решения этого вопроса принят комплекс мер. Так завершается строительство двух водоводов, которые обеспечат мягкой волжской водой жителей данного района. Напомним, что подобные встречи с жителями проходят регулярно. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.